Добрый день! В эфире Вести Ульяновского региона, в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. Патриарх уже в Ульяновске. Предстоятель русской православной церкви уже осветил стелу в память о святейшем патриархе Сергии. С места событий Игорь Кранцев. Гитва умов среди лучших кардиологов страны. Кто представит наш регион на всероссийском конкурсе, расскажет наш корреспондент. Помним и гордимся. О программе музейного фестиваля на Волге 2015 узнаете из нашего материала. Сегодня начался визит в наш регион патриарха московского ФСИА Руси Кирилла. После прибытия на Симбирскую землю глава Русской Православной Церкви отправился на улицу Радищева, где принял участие в открытии памятного знака патриарху Сергию. В годы войны, тогда еще в сане митрополита, Сергий Старгородский находился в Ульяновске в эвакуации. Игорь Кранцев побывал на месте событий. Еще задолго до приезда патриарха Кирилла на улице Радищева было довольно многолюдно. Само собой, здесь присутствовали представители Русской Православной Церкви, но было и немало прихожан, которые пришли сюда заранее, чтобы увидеть патриарха Кирилла. Сам он прибыл сюда, как и положено было по расписанию в 12.45 и осветил памятный знак в память о патриаршу-местоблюстителе Сергии, который находился во время войны с 41 по 43 год в Ульяновске в эвакуации. Сам дом, где жил Сергий, не сохранился, он находился неподалеку от этого места на улице Корюкина. Однако здесь, напротив Дома Советов, на довольно оживленном месте, было решено установить памятный знак в память о пребывании Сергия Старогородского на Симбирской земле. Патриарх Кирилл осветил памятник, возложил к нему цветы, затем обратился к собравшимся, напомнив о том подвиге, который во время войны совершил Сергий Старогородский. В годы его нахождения в Ульяновске в эвакуации он довольно часто обращался к соотечественникам с просьбой помочь армии. И благодаря его усилиям были собраны немалые средства, которые пошли на закупку, в частности, танков для танковой колонны имени Дмитрия Донского. То, что именно в Ульяновск была переведена патриархия, не случайно. Советскому командованию стало известно о приказе Гитлера в случае захвата столицы немедленно арестовать митрополита Сергия. И приказ этот имел под собой основание, потому что всякий раз выступая и обращаясь к людям, святейший патриарх будущим Сергий призывал людей отдать жизнь свою и все, что они имеют, на защиту Родины. Затем патриарх Кирилл, митрополит симбирский и новоспасский Феофан, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, а также полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Михаил Байбич высадили деревья возле памятного знака в память о том, что Сергий Старогородский во время войны находился на симбирской земле. Ну а после к памятнику возлагали цветы уже простые прихожане. И вот что люди говорили, давайте послушаем. Такой значимый день, потому что открытие памятника, такого значимого, как бы сказать, во время Великой Отечественной войны, вот этот вот патриарх Сергий, он поддерживал. В моей жизни было много очень трудностей, я очень благодарна Богу, верю только Богу одному единственному. Много жизненных проблем было, и поэтому верю Богу. В целом у патриарха Кирилла на симбирской земле довольно обширная программа визита. Он пробудет здесь два дня, 20 и 21 мая. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В Симбирской митрополии продолжается ежегодный крестный ход с чудотворной жадовской казанской иконой Божьей Матери. Главная святыня Ульяновской области добралась до второго по величине города Барышской епархии – Инзы. Напоминаем, что все расписание крестного хода можно узнать на сайте Барышской епархии по адресу Звонарь центрального храма Инзы, освященного в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери. Их София и ветеран войны Александр Михайлович Слякин постоянно устраивает перезвон, чтобы сообщить горожанам, что к ним приехала главная святыня региона. Он, как и тысячи жителей Инзы, ждал этого дня целый год. И вот она приехала. Лично для Александра Михайловича это праздник души. Чего освобождаешься от всех нечистот? Вот такое у меня мое понятие. Поэтому, когда приложишься, как бы себе сбрасывать все время грешного. Как бы очищаешь свою внутреннюю потребность. Вот такое у меня есть. Инзинский храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Их Софии расположился в центре города. Крестный ход добрался до него в самый разгар рабочего дня. Поэтому людей вначале было не так много. Но к вечеру к святыне уже выстроилась очередь верующих. Поток не иссякает. Каждый год мы встречаем. И всегда народу очень достаточно много. Бывает так, что уже привыкает. Первое время особенно было много. Но и сейчас народу достаточно. В общем, поток, который не иссякает. Икону для поклонения поставили как раз напротив главной достопримечательности этого храма. Полностью резного иконостаса. В Симбирской митрополии таких нет. Практически полностью ручная работа. И ни капельки краски. Примечательно, что этот шедевр создавали местные сельские умельцы. Что-то подобное в стране встретить вряд ли удастся, говорит отец Андриан. Знаете, был период, когда работы не было. Предприятия закрывались. Люди занимались чем угодно, чтобы что-нибудь заработать. И поэтому, во-первых, он нам обошелся. Достаточно так, как говорится. Но не сказать, что дешево. Но однако все терпимо для нашей деревни. Чудотворная жадовская икона пробыла в центре Инзы больше пяти часов. За это время все желающие смогли приложиться к святыне и попросить у Божьей Матери здоровья и благополучия для себя и своих близких. Вечером образ отправился дальше. Елена Тимонина, Вести, Ульяновск, Инзы. А теперь о ситуации на дорогах. За прошедшие сутки госавтоинспекторы зарегистрировали более 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Произошло 68 ДТП. В них два человека пострадали. С подробностями по телефону Наталья Валуйская. 19 мая в 15.30 в Димитровграде на проспекте автостроителей 78 по предварительной информации водитель автомобиля «Шевроле Нива» при проезде нерегулируемой перекрестка при выезде старостепенной дороги на главную допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» обращали за медицинской помощью. Уважаемые водители, не забывайте, что сев за руль автомобиля вы несете ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Соблюдайте правила, это позволит вам избежать неприятностей на дороге. На сегодня это вся информация. Удачного вам дня! Ульяновская область будет продолжать развивать сотрудничество с Автовазом и корпорацией объединенной автомобильной технологии. Так закончилась встреча в Димитровграде губернатора Сергея Морозова и президента Автоваза Бо Андерсона. Там речь шла о судьбе автоагрегатного завода, некогда партнера Автоваза, в последние несколько лет переживавшего не лучшие времена. ДАЗ и строили как дочернее предприятие ВАЗа, но тогда был упор сделан на топливную аппаратуру, который, это карбюратор, который уже, вы прекрасно знаете, на автомобиле не поставляется. Были даже прогнозы о закрытии ДАЗа, который представлял в себе несколько предприятий по производству автокомпонентов. Но вмешательство губернатора Сергея Морозова не позволило это сделать. Состояние ситуации на этих предприятиях по большому счету напрямую связано не только с текущей жизнью города, это напрямую связано с перспективами как Димитровграда, так и по большому счету всей заложской части Ульяновской области. В итоге, в результате встреч руководства региона и концерна «АвтоВАЗ» было решено, что промплощадка автоагрегатного завода будет готова к размещению новых производств, связанных с автопромом, а уже существующие перепрофилируются по требованию Тольяттинского автозавода. На сегодняшний день самое важное событие, которое для нас было, это событие, связанное с тем, что под гарантией руководства региона, под гарантией непосредственно Морозова Сергея Ивановича, нашего губернатора, руководство согласилось принять ДАСС со всеми предприятиями, которые есть, опять в ту структуру, которая связана напрямую с «АвтоВАЗом». Усилия, которые предпринимались руководством региона и все те гарантии, которые были произведены до этого предприятия, они все сохраняются. Стоит отметить, что только за последние два года Димитровградскому автоагрегатному предоставили субсидии и налоговые льготы на общую сумму порядка 86 миллионов рублей. Общее количество работников, занятых на производствах, около 7 тысяч человек. Мы не видим, но мы видны. Сегодня в 17 часов в Ульяновском доме музыки пройдет благотворительный концерт. Ученики школы-интерната номер 91 для детей с ограниченными возможностями здоровья, что в Засвиярском районе Ульяновска подготовили для зрителей потрясающую программу. Дети будут петь и читать стихи о доблести и чести, о любви к своему дому и красках жизни, которые они не видят. Организаторы праздника и шефы этого учреждения приглашают ульяновцев прийти на этот концерт и показать своим детям, как можно ярко жить и выступать, даже если не видишь всех красок мира. Деньги, вырученные за концерт, будут направлены на покупку сенсорной комнаты. Ульяновские кардиологи представят наш регион на финале Всероссийского конкурса «Битва эрудитов». Это конкурс на знание клинических рекомендаций. Кто из врачей на него отправится, расскажет Любовь Фомичева. Молодые ульяновские кардиологи сразятся в финале «Битва эрудитов». Конкурс организован Российским кардиологическим обществом. За наш регион выступает команда под названием «Симберцит». Это пять молодых врачей. Все они закончили Ульяновский государственный университет. Одна из них – участница конкурса Екатерина Макеева. Рассказала, что в прошлом году команда уже принимала участие в таком состязании. Но, к сожалению, осталась за пьедесталом почета. Поэтому в 2015-м подготовку начали заранее. Первый этап проходил дистанционно. Команды решали клинические задачи. Давалась лишь одна попытка. Время было ограничено. Трудно, да. Потому что там были знания не только в области кардиологии, но и в смежных дисциплинах. Потому что давались результаты дополнительных исследований, такие как УЗИ сердца, КГ и другие методы. Поэтому было достаточно сложно. После первого этапа конкурса определили участников, прошедших во второй тур. Правильно на все вопросы ответили лишь ульяновские кардиологи. Они сразу вышли в финал. Всем остальным еще придется пройти промежуточные этапы. Это было неожиданно, так как остальные команды тоже очень сильные. Всего 20 команд было со всей России. И то, что мы окажемся, конечно, первыми среди равных, это было очень удивительно, неожиданно. Но мы очень гордимся этим. Второй этап конкурса пройдет в столице в сентябре в рамках Национального конгресса кардиологов. Три команды финалистов будут соревноваться, отвечая на вопросы из разных областей кардиологии. Участники команды «Симберцит» настраиваются только на победу. Пациенты также искренне верят, что их лечащие врачи выиграют финал битвы эрудитов. Приятно на них посмотреть и хорошо лечат. Осматривают, спрашивают, чего болит, как болит. Да, да, да. Я уважаю их. Команда победителей будет награждена поездкой на конгресс кардиологов Европы, который пройдет в августе 2016 года в Риме. Любовь Фомичева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. 22 и 23 мая в Ульяновской области пройдет юбилейный 15-й международный музейный фестиваль на Волге. В этом году он носит название «Помним и гордимся» и посвящен 17-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом состав участников фестиваля меняется и расширяется. Он привлекает все больше музейщиков, работников культуры, архивов и просто увлеченных людей не только Ульяновской области, но и соседних областей и республик. В программе фестиваля – музейные экспозиции, конкурс музейных проектов, конкурс профессионального мастерства среди музейных работников региона, а также деловая часть – публичные выступления, дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Что касается фестивальной части программы, здесь мы пошли на некоторые изменения и решили соединить в себе два проекта. Первый – это конкурс музейных проектов, посвященных 70-летию победы в Году Великой Отечественной войны. Конкурс музейных проектов в рамках патриотических воспитательных программ музеев и конкурс музейных проектов, посвященных 2014 году культуры Российской Федерации. Второй составляющей нашей фестивальной программы является старт проекта «Время отдыхать в Ульяновской области». Одним из главных мероприятий музейного фестиваля на Волге 2015 станет торжественное открытие Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина на базе музея изобразительного искусства XX-XXI веков. Он вновь откроет свои двери после продолжительного капитального ремонта. Ремонт получился очень долгим, но в то же время все средства, выделенные нам из бюджета нашей области, из федерального бюджета в рамках программы «Доступная среда», они потрачены, конечно, с умом. Получился очень хороший, качественный ремонт. Мы подходили и губернатор ставил задачу, чтобы ремонт сделать таким образом, чтобы действительно музей было не стыдно показывать, чтобы действительно музей был для посетителей и можно было увидеть все современное оборудование, которое на сегодня есть в стране. Организаторы приглашают всех жителей Ульяновска и гостей города на одно из крупнейших культурных мероприятий региона. Яркий и красочный фестиваль оставит массу положительных впечатлений и заполнится надолго. Далее информация о погоде, ну а я желаю вам всего самого доброго. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Волга» представляет факты, события, комментарии. Нас слышат все районы области. Радио России в Ульяновске. Сейчас в Ульяновске плюс 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 9 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова